Доброе утро! Сегодня у нас четвертый день в Валате, мы уже позавтракали. Мы сейчас едем в ботанический парк. Там будет какой-то красивый парк со всякими растениями, зеленью. Мы приехали в наш ботанический парк. Сейчас надо одеть шапочки, чтобы не загореть. Уже видно, что парк. А как я выйду вообще? Аккуратно. Еще аккуратнее. Куда аккуратнее? Все, а дальше не надо. Ну и куда же мне выходить? Там дальше некуда идти. Там просто вот. Просто дерево. Я чувствую, что я в джунглях. Здесь немного машин. Это очень хорошо. В принципе, здесь нет парковки даже. Здесь просто вот так вот. Можно поставить машину где угодно. Поднимаемся в какое-то непонятное место. А, это война тут была. Здесь была война. Мне кажется, здесь какое-то убежище. Прикольно. Но здесь на самом деле же я не думаю, что воевали. Это такое место узкое прям. Я такие места не очень люблю. У, прикольно. Здесь даже мазаться от солнца не надо. Здесь прям аж темно. Темно. А здесь у нас какой-то непонятный кран. Это были пулеметы. Это были пулеметы. Ой, здесь еще какая-то штука есть. Наверное, в воду качать. Газ качать. Какое-то любовное гнездышко. Даже на русском написано. Пошли в любовное гнездышко. Пошли. Ой, здесь так красиво прям. А тут что, деньги? Клад. Он, наверное, не открывается. Мы в любовном гнездышке. Здесь очень уютно. И правда похоже на гнездышко какое-то. Отправляемся в сторону дождевого леса. Вот это джунгли прям. Смотри, а то сейчас сломаешь то, что много лет работало. На веточке висит вообще. Не сломай. Ты висишь много. Здесь прям какое-то осеннее настроение. Листики желтые. И зелень вокруг. Ребенок. О, здесь красивый вид. Здесь еще какой-то самодельный мотоцикл или велосипед. Интересно сделали. Мотоцикл, да? Здесь соленые озера с морского моря. Тут, наверное, много всяких кактусов разных. Там электрокомутатия чучела. И там какое-то страшное чучело. Не только птицы его боятся, мне кажется, и люди. Неплохо его придумали. Оно прям висит так. Избушка из этих, из пальм. Это сельские поводы. Это избушка из сухих пальм. Классный вид. Да. А, вид. Вид потрясающий. Может быть, тут еще что строить будет. Висит видно. Вот сколько пальм вообще. Все из пальмы и из дерева сделано. Мы думали, оказывается, не просто мусор. Здесь написано «Центр вторичной переработки». Так что неплохо. Здесь скидывалось все то, что можно переработать. Здорово придумали. На каждом углу есть качеля. И какой-то самодельный мотоцикл. А что это? Сидение, что ли? Что-то он делал. Опасный какой-то мотоцикл. Сделали, значит, будем садиться. Да. Нет, они сделали для красоты, наверное, они чтобы садились. Смотри, как оно висит. Ненадежно. Не знаю, там в стороне как-то привязано непонятно. Здесь находится та пальма, которая у меня была в квартире. Прям точь-в-точь. Вот так она называется. Хамадория Сейзи, короче. Вот такая пальма у меня была дома. И завяла. Такую бы пальму я хотела дома. Так, мы ищем тропический лес. Здесь находится водопад Джилани. Хочется загадать желание. Я реально здесь хочу жить. Прямо рядом с водопадом. Есть еще какие-то места, где у меня были, наверное. Здесь все такие дороги похожи. Вышли мы из ботанического сада. И какое я могу сделать заключение? Ну, там прикольно. Во-первых, вход платный. Я не помню сколько, но, в принципе, недорого и недешево. Желательно приезжать сюда до 10 утра, потому что солнце жарит так хорошо. И, в принципе, людей немало становится. Ничего особенного нет, кроме как, если вас так сильно интересуют растения различные, там рядом с различными тропическими растениями написаны их названия. Для меня это не так интересно было, но было прикольно там просто походить на ручеек небольшой посмотреть. Уже делать нечего в такую жару, но мы все равно поедем на море, потому что на море мы были только один раз вечером. Море очень ледяное, поэтому нам не особо хотелось купаться. Но сейчас у нас осталось буквально пару дней еще в Элате, поэтому мы, наверное, поедем искупаемся в море и позагораем немного. Гадайтесь, с первого раза, что же я купила в Эйчинэме? Конечно же, свечи. Я купила себе две свечи, абсолютно одинаковые, потому что у них была скидка. Такая свеча называется Night Mahogani. Короче, какой-то запах непонятный. Во-первых, я ее купила из-за того, что она супер стильная и выглядит очень уютно. Открывается она вот так вот, прям как какая-то баночка джема. Запах осени. Атмосферный. Такая свеча. Нам бы такой балкончик. Тут сидели бы каждый вечер, кайфовали бы. Свет здесь просто великолепный. Но я думаю, что влог получается какой-то более живой, с настоящими цветами. Город просыпается вечером, потому что днем здесь очень жарко, и все как-то прячутся по отелям, по домам. А вот вечером здесь уже начинает все гореть красивыми огнями. И только вечером все начинают ползать и гулять. Все смешно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня мы наконец-то добрались до этой лодки, о которой я вам говорила уже 3 дня. Никак не могли на нее попасть. И было очень весело, стоило своих денег. Это было где-то 15-20 минут. Было очень круто. Сейчас мы идем на пляж купаться. Наконец-то мы дошли до пляжа, когда мало людей. А море не такое холодное. Правда? Мостичка морячая. Приятно заходить в него. Здесь желательно одевать вот такие вот тапочки, чтобы купаться. Потому что здесь такое дно колючее. Все в камнях. Удобно. Субтитры делал DimaTorzok Вот такой у нас тут в гостинице еще бассейн есть небольшой. Но, как видите, людей вообще немного. Так что будем сейчас здесь купаться после моря. Вот здесь у нас бассейн. Здесь можно полежать и подгорать немного. Солнце сейчас такое пекучее. Сегодня прям самый жаркий день. Здесь еще вот такие вот места есть полежать. Еще вот там с видом на стройку. Но нормально. Мы уже пришли с бассейна. Там было, в принципе, неплохо. Только когда мы пришли как раз вместе с нами, пришли еще люди. И стало слишком люто. Сейчас будем купаться, собираться. Точнее, купаться, отдыхать. И будем собираться кататься на катке. Как раз в такую жару это вообще самое то. Пойдем будем там, где холодно, покатаемся немного. Еще я хотела вам показать нормально мои кроксы новые. Вот так они выглядят. Посмотрите. Я сначала думала снять вот эту вот надпись крокс. Но мне кажется, что очень стильно, между прочим. И я думала, что белые кроксы никогда не куплю. Потому что на них все-таки, типа, будет видно грязь. Но они смотрятся очень стильно и красиво. Намного лучше, чем мои старые кроксы. Вот так вот они выглядят на ногах. Самая удобная обувь вообще из всех, которая у меня была. Выглядят и стильно, и удобно. Как такое вообще может быть? Кстати, можно снять эту надпись, если что. Тут внутри есть специальное крепление для того, чтобы можно было закрепить всякие смешные надписи. Сначала я немного недооценила вот это платье из шеи. Здесь был очень сильный ветер, и у меня платье было почти на голове. А сейчас, когда ветер утих, я поняла, что платье очень даже классное. Но не просто ходить, а именно одевать куда-то на пляж, на море. Видите, оно такое легенькое, ничего в принципе не видно. Вот видите, тут такой очень большой вырез, но на самом деле ничего не видно. Здесь одеваете купальник, его не видно, трусы не видно. Если вам нужно какое-то простое платье на море, то я вам рекомендую приобрести такое платье. Я думаю, в каком-то видео из просто покупок на лето я вроде снимала и показывала это платье. Так что в том видео вы сможете найти ссылку на вот это прелестное платье, которое я сначала обозненавидела. Мы отдохнули и идем сейчас на каток. Кстати, каньо называется Ice Mall. И он находится прям... Сколько метров от нас? 20. 20 метров от нашего отеля. Так что наш отель находится в очень хорошем местоположении. 5.30 и какое солнце. Вот и каток. Вот там локеры, можно оставить свои вещи. Сняли мы короче локер. Вот такое здесь все наши вещи. Вот наши коньки. В моих носочках. Все, мы идем кататься. Пойдем. Я не упаду. Поехали. Не, за руку не надо. Мы там вместе упадем. Смотри, не свались назад. Помним детство. Хотя на катке я никогда никогда не каталась здесь. Но то на роликах каталась. Упал. Нормально? Привык уже? Огромный каток вообще. Просторно так. Сегодня нам весело. Жалко, что надо в масках ездить. Кайфа никакого нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok наш последний вечер в этом отеле мы празднуем на балкончике с чаем из кофе переезжаем нормально в нашу квартиру чилим на балконе слушаем как люди орут на вот той штуковине на том аттракционе на двух концах есть такие кабинки и в общем она крутится вот так выглядит очень страшно там сейчас люди орут доброе утро сегодня у нас последний день в элате и мы уже в принципе соскучились за нашей квартирой очень много у нас рюкзаков сумок о господи птица меня испугала в 11 мы должны веселяться сейчас 10 15 почти фокус сегодня не в духе вот такая солнечная погода мы сейчас будем немного гулять сегодня у нас в планах покататься на лодке с прозрачным дном очень интересно смотрелось и мы будем плавать где-то два часа будем плавать там есть дельфинчики ну там вчера кстати на лодке проплывали но увидели только их хвосты и еще там будут кораллы в общем вот очень интересно и оставил это как раз на последний день чтобы нам не было скучно перед тем как мы уедем домой жалко прощаться с нашим замечательным номером но мы уже отдохнули в принципе мы тут были 6 дней время очень быстро пролетело но мы так находились у меня до сих пор болят ноги от моих новых проксов не думали не будут болеть ноги последний наш день в элате мы включили телевизор проверить если вообще работает все собрали оставили все чисто красиво аккуратно надеюсь что лодка будет стоить своих денег принципе она не так дорого стоила долларов 30 короче не не тресет где-то меньше 20 долларов это нормально на два часа на двоих есть верхняя часть лодки где можно сверху наверное просто смотреть на море и можно спуститься вниз и просто быть под водой то есть плыть под водой мне кажется очень прикольно мы готовы покидать наш номер он уже вам даже надоел я в своих тапочках кстати они надавили мне вот здесь потому что это новая резина надо будет их немножко расходить и сеанс на любимое место на балконе вчера толком не рассказала что я купила в мангу эта вещь которая появляется в магазинах наверное раз в пару лет вот действительно вещь которая и по качеству хорошая очень приятная на ощупь и и цвет обалденный продолжим я купила себе свитер мне кажется мне свитеров никогда не хватит прекраснейший такой цвет лавандовый у меня вообще таких вещей не было таких оттенков это свитер в размере м там был свитер в размере смоль именно мой размер но мне захотелось что-то больше оверсайз смотрите с близка на его материал уже жду когда похолодает я даже вам последний раз наш вид с балкона все наверно в пыли потому что очень жарко сегодня что мы будем скоро уже отправляться нашу машину со всеми нашими вещичками прощаемся пакетов это все наши покупочки и дворик заказать все вещи в нашу машину сейчас мы идем немного популяем а потом уже будем кататься на лодке в машине можно жарить яйца вот такой ресторан самый популярный три обезьяны днем вообще закрыты и здесь никого нет классно гулять днем когда жарко людей нет шапка один молодец вот это явление впервые мы видим как мост поднимается прикольно он ни разу не поднимался за эти три года как мы тут были три раза купили себе холодные напитки я лимонад с мятой это тайскофе всегда всегда и везде делай фотку быстрее фотку фото меня вот наконец-то мы дождались нашей лодки вот наши билетики она наша большая белая лодка лодка или как это называется катамаран наш катамаран ого она большая как столовая трампа последний шанс она не будет будем здесь со всеми вместе сидеть мы здесь наверно вообще перешли на место получше у нас тут вообще открытое помещение здесь музыка получше и мы прям высоко на камеру не видно сколько а мы плывем довольно быстро это по большой лодке яхты и вот 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 Продолжение следует... Ничего не понятно. Только вода видно. Нас сфотографировали, и мы думали, что это включено. А потом сказали нам, давайте 20 шекелей. Мы не думали, что это включено. Я думала. Ты думали, что это включено, а я не думала. Все равно он подошел и нас сфоткал. Музыка тут, конечно, хорошая. Сейчас будем смотреть на Рыб. Очень скоро. Сейчас там будет больше народа, а мы с вами будем. Счастья. Это нам такие хот-доги делают. Забирай. Своё. Вернулись мы с яхты. Это прям стоило того... Сколько это стоило долларов? 22 доллара, в общем, покататься на яхте 2 часа. Вот такую музыку из 90-х. Вообще круто было, весело. Плюс там был туалет, еда, напитки. Все что угодно. Сейчас идем еще немного погулять и уже будем отправляться домой. Потому что нас уже тут не ждут. Мы попрощались с Салатом. Почти еще не выехали пока с города, но уже сели машину. Тут 40 градусов машина. Звучит вообще как конец света какой-то. Но у нас сейчас заработает кондиционер. Будет очень классно. Все, уезжаем домой. Наш прохладный город. Вот и закончилось наше путешествие. Мы уже приехали домой. Не знаю, сколько я буду сидеть за монтажом. Но надеюсь, что очень скоро. У меня получится очень классное видео. И вам будет очень интересно посмотреть, где мы побывали. Очень много материала на 6 дней. Пишите обязательно в комментариях, понравилось ли вам наше путешествие. Обязательно отправляйтесь в какое-то путешествие. Отдыхайте, потому что сразу же возвращаетесь к каким-то новым человекам. Много вдохновения появляется. Всем спокойной ночи или доброго утра. И мы уже встретимся с вами в каком-то другом видео. Субтитры сделал DimaTorzok